Технические отходы 13 производственных помещений завода Кузнецов выводятся на эти очистные сооружения. Чтобы повысить экологическую безопасность, здание 1974 года постройки в 2020-м реконструировали. Поменялся процесс очистки воды, который на протяжении 40 лет оставался неизменным. Сейчас на предприятии применяют метод напорной флотации. Под давлением воды появляются пузырьки воздуха. Они смешивают в специальной камере и выбрасываются во флотатор, в котором наверх всплывает пена с тяжелыми металлами. После очищенной воды уходит на блок до очистки, а вспененные тяжелые металлы фильтруются на фильтропрессах, спрессовываются и вывозят на полигон для дальнейшей утилизации. Сейчас вода в резервуарах очищается на 99,9%. Происходит это благодаря новому частично автоматизированному блоку до очистки. После прохождения цикла воду отправляют на проверку в лабораторию, где и выносят окончательный вердикт о ее насыщенности тяжелыми металлами. Использовать в производстве и пить ее нельзя, но для полива и помывки асфальта она вполне пригодна. При создании нового автоматизированного гальванического цеха на Кузнецове также учли новые требования экологической безопасности. До сих пор все опасные вещества вместе с водой отправлялись на очистные сооружения завода и затем на полигон. А сейчас жидкость из гальванических ванн проходит по замкнутому кругу, очищается и поступает на долив прямо в цехе. У нас существует четыре вида основных стоков, которые также полностью мы очищаем от загрязнений. Потом данную воду возвращаем обратно в производство. То бишь она не как в основных производствах, до определенных допустимых концентраций снижается и сбрасывается в канализацию. А здесь она полностью очищается и эта вода оборачивается обратно в производственные процессы. Особое внимание проблеме экологии Самарской области уделил губернатор Дмитрий Азаров. В своем послании депутатам губернской думы и жителям он призвал руководителей всех предприятий, представляющих опасность для окружающей среды, снизить негативную нагрузку на экологию региона. Завод Кузнецов – пример предприятий, которые уже воплощают указ губернатора. За последние годы объем неочищенных стоков, загрязняющих акваторию Волги, снизился на 16%. Качество жизни людей напрямую зависит от экологии. Все усилия по созданию комфортных городов и сел окажутся бессмысленными, если мы не сохраним в чистоте и порядке землю, на которой мы живем. Воздух, воду, нашу красавицу Волгу. Много лет мы все пользовались и пользуемся ее дарами, но заботились о ней недостаточно. Сейчас настало время отдавать долги. Благодаря жесткой позиции главы региона общий объем промышленных выбросов уже удалось сократить на 7 тысяч тонн по сравнению с тем, что было в области 5 лет назад. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, События.